Всем привет! Меня зовут Даша и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Сегодня я хочу показать, как организован мой денежный органайзер. Ранее в моем денежном органайзере было всего три раздела по времени. Это ежемесячные накопления, ежегодные и долгосрочные. Но я вела некоторые изменения. Теперь у меня идет шесть разделов. Это обязательные платежи, финансовая свобода, долгосрочные фонды, образование, отдых и также подарки. Первый раздел – обязательные платежи. Сначала идет конверт для оплаты услуг ЖКХ и связи. Это интернет, мобильная связь, коммунальные услуги. Далее конверт для оплаты детского садика. Сюда входит содержание ребенка в детском садике, его питание, а также все взносы и прочие расходы на детский садик. Дальше продукты питания, но без них никуда. Следующий конверт – это домашние питомцы. Тут на покупку корма, наполнителя для котинового тазика и прочие все расходы, которые связаны именно с домашним питомцем. Дальше идет конверт «Все для быта». Транспорт бензин. На автомобиль два конверта. Автомобиль здесь ремонт и техобслуживание. И следующий конверт – это автомобиль накопления на страховку автомобиля. Так как на страховку автомобиля нужно накопить фиксированную сумму, то у меня тут идет такая небольшая вставка, где изображены счеты и те суммы, которые нужно вносить. То есть рассчитано на количество месяцев и суммы, которые необходимо внести, для того, чтобы осуществить накопление к дате уплаты суммы за страховку. То же самое касается налогов. Вот он, конверт налог. И, конечно же, конверт «Врачайка» представителей зерного фонда. Он нужен для того, чтобы компенсировать все недостающие суммы вот в этих всех конвертах. Если, например, на продукты не хватит, либо на ремонт автомобиля, или же нужно будет сделать срочный ремонт, купить лампочку или поменять розетку, в этом случае пригодится именно этот конверт «Врачайка». В следующий раздел идут конверты, относящиеся к финансовой свободе. Это у меня идет. Сначала я вам все покажу. Это конверт инвестирования и конверты представителя резервного фонда «Подушка безопасности рублевая» и «Подушка безопасности в иностранной валюте». И также у них у этих конвертов имеются вставки, где я фиксирую свои успехи, а также те цели, которые стоят перед этим разделом, перед всеми этими конвертами. Это, например, цель по норме сбережений, на какое минимальное значение я хочу выйти. Также те суммы, которые были внесены в конверт, инвестированные для покупки ценных бумаг, и «Подушка безопасности» – те накопления, которые будут осуществляться в этом конверте. В следующий раздел идут долгосрочные фонды. Тут идут такие конверты, как накопление на одежда, обувь, здоровье аптека. Также у некоторых конвертов имеются уже четко поставленные цели с прописанными суммами. Забота о себе представлена в двух конвертах. Это покупка косметики уходовых средств, а здесь расходы на маникюр, хобби. Расходы на спорт для себя и для мужа. Дальше личные. И покупка каких-то крупных приобретений. Вот они, крупные покупки. И также накопление на YouTube, на приобретение оборудования для съемок. Дальше раздел идет «Образование». Здесь, конечно же, мой любимый конверт книги. Также идет ставка с целями. Конверт «Ребенок». Здесь идут накопления на кружки, секции, мастер-классы. И все в этом духе, что связано именно с образованием. Если, например, в садике у нас планируется с этого года, с сентября, начнется театральная студия. Она тоже будет на оплатной основе. И вот именно на оплату театральной студии я буду деньги накапливать в этом конверте. Дальше это обучение для меня и для мужа. И дальше уже переходим к разделу «Отдых». В разделе «Отдых» у меня два конверта. Первое – это идет «Развлечение». И конверт «Отпуск». Вот два конверта «Развлечение» и «Отпуск». И последний раздел идет «Подарки» и «Благотворительность». Тоже представлены на данный момент двумя конвертами. Это «Подарки» и «Конверт на добрые дела», то есть на «Благотворительность». И также имеются вставки для фиксации своих успехов, для постановки целей. Вот такие вот разделы теперь в моем органайзии. Раньше у меня было конвертов намного больше, но я решила их сократить. А если, например, нужно что-то будет докупить, что не входит вот в те категории, которые у меня есть, у меня для этого вот будет конверт «Веручайка», который в любой момент сможет помочь и выручить с покупкой того, что не было запланировано вот в этих ранее озвученных категориях. Вот теперь такая структура моего денежного органайзера. Пускай такая идея организации денежного органайзера будет для вас полезной. И какая-нибудь из этих идей, из этих конвертов пригодится также для того, чтобы сделать, оформить вам ваши органайзеры. Желаю вам всего доброго. Конверты становились все пухлее, заработки увеличились и поступало все больше финансов, которые можно распределить по конвертам денежного органайзера. Всего вам доброго и до встречи в следующих видео. Пока-пока!